Добрый день. Здравствуйте, Ренат Георгий. Давайте будем сохранять дистанцию, чтобы потом никого не обвиняли. Все должно быть по правилам. Добрый день всем. Вышел человек к нам. Мы не люди, мы стали не люди. Мы стали скот, настоящий скот. На нас на плаву окулоладялся, мы к нам в пыль. Считают за дебил. Да, ну да. Ну, хорошо, мы все, девочки, мы выйдем за... Бабушка, у нас все в порядке. Будьте добры, потише. Значит... Мы дадим вам быстро. Значит, мы обратились официально. Тихо уже! Бабушка, он разговаривает. Усень, бабушка, уйдите. Мы обратились 13-го числа к центральным властям, чтобы открыли рынок. Потому что есть очень много... Не просто просьб от вас, а есть очень много жалоб на эту тему, которые аргументированы. Почему? Я полностью согласен с вашей позицией. Объясню. Вся страна знает, как выглядят сегодня рынки в муниципе Белтс и как выглядит центральный рынок Кишиневе. Если в центральном рынке Кишиневе кто-то его называет Шанхаем, кто-то говорит, что там нет условий, я считаю, что наш центральный рынок, после того, как началась реконструкция, и рынок на Пушкино, и рынок на Байдуково, значит, мы можем организовать сегодня там правильную работу. Если очень правильно было сказано, я смотрел прямой эфир, когда сюда ехал, кто-то из вас сказал, что либо должны быть закрыты все, либо все должны работать. Потому что площадь центрального рынка такая же площадь, как магазина метра. И у них громадок, и в Савелье тоже самое. На открытом пространстве и проветриваем постоянно. Понимаете, то есть у нас чрезвычайное положение сегодня заканчивается. Они сегодня должны будут ответить что-то на это, то есть они не смогут это, скажем так, перенести там на субботу, на понедельник или вторник. Значит, если будет отказ от центральных властей, тогда, значит, мы с вами будем встречаться и сами будем принимать с вами решение, как нам жить. Потому что... Да, да, да. Я сам, давайте побоконим. Георгиевич, это действительно очень, очень серьезный поступок. Нет, вопрос не в серьезном поступке. Вопрос в том, что когда чрезвычайное положение у нас уже несколько месяцев, что неделю назад, что две, что три, у нас полный город автомобилей. Причем это неважно, Кишиню, Бельц или другие. Сейчас посмотрите в любую маршрутку, то есть переполненные маршрутки. То есть о каком можно говорить в карантине, когда ездят забитые маршрутки автобусов по стране, то есть там нет коронавируса, а здесь есть. Поэтому либо руководство страны закрывает все, закрывает все, и как это было в Китае и других странах, мы бы все сидели дома 3-4 недели с закрытыми рынками, прекратили бы передвижение даже личного транспорта по стране. И уже давно бы вышли, а так, уляк и карантин, уляк и нет. Уляк и чрезвычайное положение, уляк и нет. Поэтому мы с вами дождемся цивилизованно до вечера. Я видел торгующих в Кишиневе, они вышли, вы наверное видели еще несколько дней назад. Люди возмущаются по то, что зависит от нас, от центральных властей. Например, мы аннулировали аренду экономическим агентам, мы это должны будем провести через совет, значит, аннулировали, хотим аннулировать аренду на весь период карантина. Мы оказываем людям социальную помощь, то есть то, что касается нашего решения, мы как бы чувствуем себя нормально. То, что касается решения центральных властей, еще раз говорю, давайте подождем, если мы увидим, что там будет какое-то здравомыслящее решение, если скажут, ну условно, вдруг они примут решение, что во вторник все открываются. Правильно? Это одна ситуация. Просто я не понимаю сегодня закрытых рынков, объясняю почему. Я их понимал вначале, и я сам говорил о том, что рынки это места большого скопления людей, где вы рискуете своим здоровьем покупателей, но это надо было все закрыть на три недели. А когда полные улицы людей, а самое главное, еще раз говорю, эти бутики на рынках ничем не отличаются ни от этих магазинов. Я согласен, я уже не говорю про метры больших. Нет, так в том-то и дело, что либо все должны были быть закрыты, а когда эти бутики магазины работают, а такие же бутики на рынке там закрыты. Терминал, что творит? Терминал, войди. Терминал, войди. Терминал, войди. Терминал, войди. Я видел, я видел, что происходит, и на остановках. Терминал, Георгиевич, но как жить, если мы еще дальше идем в карантин? Слушайте, значит, пожалуйста, давайте мы не будем лежать впереди по работе. Если мы увидим, что сегодня вечером будет принято решение, они скажут, что на следующей неделе открываются от нас. Если мы видим, что... Слушайте, значит, согласно второй статье Конституции, власть принадлежит народу. Это же не мы заканчиваем. Это в курсе. Значит, поверьте мне, что если будет затруднительная ситуация власти, значит, вы бельчане... Да и у вас затруднительная в премарии, разве не так? Послушайте, да, у нас есть проблема. У нас есть проблема с наполнением бюджета и так далее, но мы эти проблемы решаем. У нас есть в 30 июня, потому что у нас есть в 30 июня, потому что у нас есть в 30 июня. У нас есть в 30 июня. у царя натряга певами не до рекомендации пиаста его я он фосеншос фьюди партия кудумеват шкуп проблеме лекаревое левец минимум интереса за проблему лила у них он докторик минимум интереса за сибын примурант ланой регулы шли не я выйду попозже значит как появится вся информация официально я выйду в фейсбук в одноклассники выйду онлайн и мы с вами обсудим эту ситуацию если надо как бы ближайшие ближайшие дни встретимся там завтра послезавтра и так далее потому что я смотрю сегодня сегодня уже он старт это аз амцелинская саденцы и куно миссия куризма мы не саду на луме а демпиадцы под бонзаторе демпиадцы централы а мы оба тут конференция депрессы мы не зы манерфой мы не зы витиране разбойлург депресса афганистан адикая у меня молотна сребе киодур в этом манты не склонничество не умерла к ней мажоритета у амилорде амин спундию дипатсаптамын дина бергич мы не умрем от коронавируса мы умрем от голода я жду сегодня смотрите сегодня очень важный момент закрытый я жду сегодня до вечера я заказал в европе одной специальную рамку вот как они как рамки в аэропортах значит они идут с дезинфектантом который не влияет на кожу человека и так далее то есть понятно что нужно будет соблюдать меры там мы имеем ввиду дистанцию и так далее мы готовы вот установить эту рамку мы вот постами примере посмотрим как работает врачи выскажутся про этот рамку эту на или кран но это примерно то же самое но это со всеми там сертификатами то есть я я первую эту рамку экспериментальную закупил за свои деньги посмотрим если надо мы установим их на на всех входы на рынок полки это будете вы в безопасности то что люди будут проходить через эту дезинфекционную рамку и вы тратить не будут пользоваться все плюс канцелёров поставить измерителем температуры на футболе да да нет проблем нет температуру нужно верить на самом послушайте а в чем проблема и раз мерят у входе в метр и тут будем мерить ее то есть я думаю что никто из вас не откажется мерить температуру что не понимаете что они делают я все понимаю я бы не послушайте мы должны дождаться официального решения официальное будет то же самое что они вчера нарисовали послушайте мы выходили с разными предложениями нас морозили отказывали по разным инициативам поэтому если будут себя вести так же значит мы будем праве вести себя так как мы считаем вас юристы время вот этой красной зоны мы не имеем права работать когда сегодня поезд при чрезвычайном положении кто-то ездит фотографируется с детьми там с ветеранами и так далее то там нет коронавируса еще раз вот магазины которые работают чем ваши бутики отличаются от этих совершенно верно и распространение в закрытых помещениях согласно тому что говорят врачи вероятность намного больше чем чем в открытом пространстве совершенно верно поэтому уважаемые бельчане сегодня до конца дня я выйду с решением и и мы встретимся с вами здесь перед премарией я скажу какое время давайте давайте дойдемся решения давайте я выйду в социальные сети у всех есть у кого одноклассники фейсбук я выйду отдельно к вам обращусь и мы с вами обсудим время в зависимости какое будет решение ладно вам хорошего дня вам хорошего дня и не переживайте обязательно прорвется спасибо